Алло всем! Привет всем! И добро пожаловать в новый блог! Наливаю себе кофе. Уже вторую кружку пью. Без кофе вообще не могу. Мы тут немножко приболели тоже все. Я сама лежала пластом, блин. И насморк такой был. Сейчас немножко детят как приболели. Вот. Хочу показать подарки шоколадные. Меня подарками задарили. Уже пробую, честно сказать. Дегустацию провожу. Сейчас вам покажу лаки. Вот эти вот подарки. Опять мне это моя дочерь и мать подарила мне. Опять эти шоколадки все. Покажу. Они очень такие хорошие, вкусные. И как их не всегда есть вообще. Они не всегда продаются. Сейчас вам покажу. Такие вообще мне так понравилось. Посмотрите, какая красота. Че мой Рикочка бегает? Собачка тут у меня бегает. Вот тут. Посмотрите, какая. Ой, какая прелесть. И он такой вкусный. Он действительно вкусный. Очень вкусный. Смотрите. Вот. Прелесть прям. Совсем, понимаете, вкус другой. Никогда не думала бы. Мы привыкли всякие вот эти мелкие кушать. Вот такое вот. А это вообще другой вкус. Киндер вот эти вот у барашинки сюрпризы. А это очень вкусный, я вам говорю. Вообще. Он вообще отличается от другого шоколада. Я не могу понять только чем. Покажу вам нашу погоду. У нас, хочу сказать, такая жара. Очень жарко на улице. На той неделе у нас по 37 градусов. На той неделе у нас сегодня суббота. Завтра воскресенье. Очень. Даже у нас прям аномальная жара. Я говорю, мы с дачи не вылазим. У нас вот утром, с утра. Перед работой я тоже туда заезжаю. И поздно вечером тоже ездим, как бы поливать. И вот в этом году вообще катастрофа. А в Италии вот мы поедем, да, в пятницу? Только не знаю, как дочь будет нам поливать. Я говорю, ну хотя бы по вечерам. Два раза уж не надо. Хотя бы по вечерам поливать дачу. Это он наш. Наш раз, он весь будет белый. Ну ничего не поделаешь. А в Италии тоже знакомые нам писали, что там вообще катастрофа. Там такая жара, там 40-42 градуса стоит. Ну не знаю, посмотрим, как чё. Так я вам никак не могла сделать десерт. Я лежала пластом тоже. У меня такой насморок был сильный. Не знала прям, что делать. И было не до десерта. Но я вам покажу этот десерт. Потом эти кружечки, да, которые мы купили. В дорогу мы постоянно... Ну как мы, у нас дом Буз, да. Мы, как всегда, там кофе делаем. Муж очень вкусно кофе делает. Хотим это кофе с Италии, который мы постоянно покупаем. И вот его брат. И вот они едут, они все в Италии каждый год. Вот это с собой, наверное, возьмем. Это очень тоже вкусно итальянское кофе. Очень нам нравится это кофе. Пеллини. Ещё мне вообще нравится Бористо. Не знаю почему, но мне это кофе очень нравится. Так что покажу вам кружечки. И так покажу там, что мы на даче сделали. Огурцы, помидоры у нас каждый день по чашке. Я уже несколько раз делала малосольный. Но просто не успеваю я всё вам показывать. Всё снимать, всё показывать. Просто не успеваю. Бывает, с работы прилетишь. Начинаешь и иду что-то делать. И автоматически у меня уже автоматически идёт. То травку надо убрать, то это надо убрать. То третий, то четвёртый надо убрать. Думаю, блин, опять видео забыла снять. Ну, сейчас всё сделаем. Мы с вами поедем на дачу. Я вам покажу всё. Вот я пришла на дачу. А у нас так облачность. Такая так хорошо. Посмотрите, что у меня муж сделал. У нас, когда мы поливали, да, вот этот наш зелёный забор, у нас всё сюда сыпалось. Ну, получается, мы снизу, да, наша, как бы, эта терраса, да, а вот там, вон, за этими кустами, получается, сверху. И когда мы начинаем их, например, поливать, всё сюда к нам как льётся, ну, и сыпется листики жёлтенькие. И муж вот что придумал. Посмотрите, поставил сюда эту ляльсту. Такая она фест, хорошая. Я её сейчас вымола, протёрла. И под цвет, ну, мы выбирали под цвет. Под цвет всё сделал, всё красиво, хорошо, чисто теперь. Меньше сыпаться будет. Цветочки растут у нас. Сейчас траву постригли. Чтоб на той неделе нам не стричь. Чтоб мы уже спокойно как собирались и поехали спокойно, душево, и чтоб, что у нас тут всё сделано. Так, хочу показать вам травку. Вот она тут. Ещё больше стала. Уже она у нас даже помялась. Ну, как, я её полила просто с лейки. Она уже аж на повалилась. Цветочки распускаются. Смотрите, хочу ещё вам так сказать. Когда вот такая трава, да, вот такая вот, разом, ни в коем случае машиной вот этой специальной не проходите. Пускай она сначала вся зарастёт. Если у вас есть большие и длинные ножницы, лучше порежьте этими ножницами с большими и длинными. Потому что машинка, она всё равно, она вырывает. Она вырывает травку. Тем более вот такая вот молодая. Мы тут поливаем. Сейчас немножко ещё грядки поубираю. Сначала к нам гости придут. Попьём чай, кофе. У нас сегодня с утра гости. Немножко решили полить, чтобы вот эта жара, чтобы хотя бы вот эта жара ушла. Потому что начинаешь там что-то делать, травку там стричь уже такая, а пыль невозможна. Какие цветочки у меня красивые. Сейчас тут пообираю, сейчас сделаю. Посмотрите, села перекусить, наработалась. Это очень-очень вкусная итальянская турнфиш. И эта фасоль очень вкусная. Надо запомнить и опять перевести. Это нам... У нас сегодня вообще одни подарки нам дарят. Это мужа брат принёс. Они постоянно каждый год по два, по три раза бывают, ездят. И вот часто такой покупают. И как бы очень нравится. Надо запомнить мне и тоже такое купить. Что я кушаю? Сейчас огурчики. Соль, как у нас, как всегда, это тоже с Италией соль. Перец немецкий. Ну, булочка тут с этим... Как вам сказать, мясо это... Ну, тут кусочек такой этот... Грильное мясо. И вот это чёрный чай. И мята. Мята у нас вон там, вон турецкая растёт. Вон такая вкусная. Вот он мой сейчас будет. Миток эсен. Смотрите, какая красота. Потом пойду вам помидоры поснимаю. Где такие помидоры сильно у меня большие. И они... Даже кустом ломается. Надо его сейчас подвязать мне. Вот, посмотрите, какие мы кружечки и чайник купили. Чайник этот специально можно... Вот сюда вот кофе наливаете. Сюда вот воду. Это мой... Я его просто помыла, раскрутила. Чтоб он немножко выдохнулся. И чтоб он пока так полежал. Вот такой вот. Вот он. Большой, хороший такой. Очень вкусный чай. Ой, чай, кофе. Очень вкусный. Вот он. Я открыла его. Чтоб он немножко... Ну, как помыла его. Не могу открыть сейчас. Такой. Где-то в дорогу. Ну, и там будем кофе делать. И вот такие вот кружечки. Очень хорошие. Они открываются. И долго это горячее, вот это вот тепло держит. Они какие. Теперь пускай я тоже все вымыла. Вот тут у меня часы. Сегодня у нас полный гарден. Это полная дача. Постараюсь сейчас вам снять мои помидоры. Такие большие уже стали. Тут мы будем закрывать попозже. Потому что там уже соседи наложили. Все кирпичи, весь хлам, который у нас у них был, все сюда сбоку положили. Сбоку. Так, посмотрите теперь на нашу оливковое дерево. Как оно пошло вверх. Посмотрите, как оно у нас выросло. Вот так, это я сейчас сюда поставлю. Это цинк. Очень хороший такой прям. Хорошая леечка. Все расцвело. Все гаухает. Такой запах здесь. Оливка здесь тоже. Посмотрите, какая пошла. Большая, высокая такая стала. Вот они, помидоры. У нас уже в куст этот повалился. Он уже как перекосился. Теперь не знаю, что делать. Наверное, палочку сейчас подставлю. А то он его переломает. Помидор очень много. Каких хочешь у нас этих. И цветов, и форм. Очень много. Я даже не помню, чтобы я их садила. Вроде покупаешь. Нарисованы вроде бы круглые. А там они, окажется, вообще всякие разные. Вот эти тоже. Посмотрите, какие. Они еще длинные, длинные такие. Непонятные. Форма такая. Вот это тоже. И маленькие, и большие. Тут у меня огурчики. Посмотрите, какие они большие стали. Вот тут у меня раз, два, три штуки. У меня почему-то вот клубника повяла. Там она цветет и цветет. А вот тут вот я не знаю, почему она повяла. Завяла, вернее. Вот тут уже в землю вот пошла она. А вот эта вот завяла. Но я еще ее оставлю, потому что я вижу, тут вот уже молоденькая пошла. Тоже мою весной посадили. Клубники, правда, много было. Она без конца, без конца шла у нас. А огурцов тоже очень много. Кое-где уже цветает. Но много этих огуречков. У нас прям в этом году и такие вкусные, такие хорошие. Вообще даже, чтобы горечи было. Вообще не было такого, чтобы... Потому что у нас соседи такие горькие. Что-то у нас огуречки. Я говорю, у нас нет, у нас хорошие. Их надо поливать. И поливать их надо обильно. Инжир. Тоже очень много у нас. Смотрите. Очень много в этом году. Что винограду, что инжиру. И вообще у нас этот год вообще какой-то плодовитый. Картошку уже можно собирать. Но мы ее не будем пока собирать. Приедем потом с отпуска и потом ее соберем. Тут она уже полусухая. Там уже все. Там она и крупная. Но я еще ее оставлю. Не буду собирать. Успеем. Моя красота расцвела. Тут вот мелкий инжир. А наверху до того крупные, понимаете, аж на вот такие вот. В ладошку вмещаются еле-еле. Я говорю, этот год очень хороший. Вроде бы и жара такая. На той неделе у нас 40. Почти всю неделю со вторника начинается. А вот почему-то вот эта вот ягода. Очень рано стали листики это сохнуть. Тоже поливаем все обильно. Все делаем обильно. Не знаю почему. Что за причина такая. В чем дело? Ну, мы, конечно, собрали уже ягоду. А оно высыхает. Листья падают и высыхают. Там тоже огурцов очень много. Сегодня, по-моему, 5 или 6 штук сорвали. Вы еще есть. Еще и там как раз мы приедем после Италии. Еще и так. Еще и тех 4 штуки молоденькие я посадила. Вот они надо еще сорвать. А там у нас и длинные, и короткие тоже, какие хочешь. Так, мой уже цветочек этот отцветает. Уже сухой я вижу. Тоже его обработать надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...